Проезд в общественном транспорте становится для самарцев не только комфортнее, но и дешевле. В трамвае, троллейбусе или автобусе можно оплатить разовую поездку со скидкой в 11 рублей. Акция действует второй месяц и будет в силе до конца 2024 года. Таким образом, один пассажир, совершая хотя бы пару поездок в день, экономит более 500 рублей в месяц, подсчитали специалисты. Такая возможность доступна пассажирам, которые оплачивают проезд с помощью NFC-табличек с размещенным на них QR-кодом. Чтобы воспользоваться, необходимо навести на табличку камеру телефона с функцией бесконтактной оплаты, отсканировать QR-код и перейти в приложение банка. Отобразится значок кода, останется лишь подтвердить оплату. Он оплачивает, формируется чек, там же электронный в телефоне, и пассажир должен этот чек сохранить для того, чтобы показать кондуктору. Указывается стоимость проезда, дата и время оплаты, номер транспортного средства. Сейчас уже у каждого человека есть гаджет, карта, и очень удобно пользоваться, чтобы не таскать с собой наличные деньги. Людям все нравится, людям устраивает. Таблички установлены в 97 трамваях, 60 троллейбусах и порядка 400 автобусах. С личным составом транспортных предприятий привели инструктажи и разъяснили, как работает нововведение. Подчеркнем, что наша область входит в первую десятку регионов страны, где этот быстрый, удобный и выгодный способ оплаты проезда стал реальностью. В настоящее время в Самаре и Самарской области этой услугой воспользовались уже более 60 тысяч пассажиров. Мы работаем в тесном контакте с пассажирами, с перевозчиками, с организатором акции, решая эти вопросы в оперативном порядке. Механизм взаимодействия отлажен, в том числе с профсоюзными организациями и дирекцией по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов, национальной системы платежных карт. В частности, отработанные вопросы касались мест размещения специальных табличек, функционирования программного обеспечения. Была проведена большая работа на самом деле. Все перевозчики разместили в подвижном составе таблички в нужном количестве, чтобы пассажирам было удобно. Не дожидаясь кондуктора, не создавая очереди на оплату и не мешая попутчикам, можно быстро расплатиться за поездку. Таблички по нескольку в каждом салоне закреплены в основном на панелях. Они находятся на разной высоте, что удобно и маломобильному населению. Также коды наклеены за кабиной водителя, но здесь они более востребованы в периоды, когда наполняемость транспорта не столь высока. В часы пик профильный департамент и перевозчики просят пассажиров перемещаться дальше в салон, по возможности оставляя входные группы свободными. Жители Самары изменения восприняли с энтузиазмом. Если скидка 11 рублей, если много будешь ездить, то это все накапливается. В принципе, наверное, нормальная такая разница получается. Карта не всегда под рукой, а телефон сейчас на нынешнем поколении постоянно под рукой. Немаловажно и то, что перевозчики спокойны в части отсутствия так называемых выпадающих доходов, несмотря на акцию, согласно условиям которой пассажирам предоставляется скидка в 11 рублей. Компенсация выпадающих средств в полном объеме гарантирована единым оператором национальной системы платежных карт. Напомним также, что с этого года по карте жителя Самарской области внедрили выгодные пакетные тарифы. Помимо этого прорабатываются вопросы возможности использования электронных карт без физического носителя, которые будут зашиты в цифровое приложение. А в Самарском метрополитене намерены внедрить биометрическую оплату проезда. Наряду с передовыми возможностями, которые существенно облегчают процесс оплаты поездок, остаются в силе и остальные альтернативные и привычные способы, чтобы у граждан был выбор, какой вариант для них наиболее оптимален. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.